Продолжение следует... Продолжение следует... В 2015 году приходит Вениамин Кондратьев к губернатору и сказал, что он наведет порядок, что с дольщиками все будет так, как должно быть, все по закону. И вот где-то примерно в 2016-2017 году Андрей Кикоть, это заместитель генерального прокурора России совместно с губернатором, взялись навести порядок среди недобросовестных застройщиков. Потому что уже и какой-то перебор с обманутыми дольщиками были, и незаконные постройки, которые периодически горели, и нарушения во время строительства. В общем, полный набор всех нарушений, которые можно, вот все, что можно нарушить во время строительства, кажется, нарушили. Под уголовным преследованием на Кубани 147 застройщиков и 19 должностных лиц. Все дела в рамках масштабной работы по защите прав обманутых дольщиков. Ее совместно с прокуратурой краевые власти начали чуть меньше года назад. И сегодня на встрече главы региона с заместителем генпрокурора России подводят промежуточные итоги. Как и было заявлено ранее, избежать ответственности не получится ни у кого. Это и руководство муниципальных образований, и судебные приставы, и эксперты, а также сотрудники органов Росреестра. 147 уголовных дел, сами слышали, да? 19 чиновников под следствием ходят. Да все, взялись, как говорится, железной рукой сейчас наведут порядок. Что в результате? А в результате действительно кого-то посадили, большую часть просто попугали, а просто основную часть убрали застройщиков от этого жирного краснодарского пирога строительного, а своих приблизили. И вот закончилась, собственно, чем вся перестройка, которую Вениамин Иванович нам обещал, что он наведет порядок, что он тут остановит застройку хищническую. Закончилась тем, что сегодня хищнической застройкой занимаются фирмы с его благословения. Туда, куда он ездит, где он поддерживает их лично, это вот в частности касается там АВА групп и других, собственно, организаций, которые прямо или косвенно связаны вот с АВА групп. И вот все, что было до этого, это можно сказать, ну так, детский лепет. По сравнению с тем, что впереди-то ждет застройка северо-востока Краснодарского края. 3000 гектар, это 7 миллионов квадратных метров, это 330 потенциальных жителей. Сейчас в Краснодаре где-то миллион сто, чуть побольше миллиона сто. Представляете, это практически 20 процентов, плюс 20 процентов жителей. Когда такие масштабные проекты осуществляются, обычно проводятся публичные слушания. То есть, граждане говорят, нужно им, нужно ли им, чтобы застроили всю эту территорию. Или вот как бы не совсем они этого хотят. Профессионалы должны высказаться, как застройка этой территории будет влиять вообще на город Краснодар, как повлияет. Но Вениамин Кондратьев, губернатор, ротчатком пера, вообще публичные слушания запретил. Что там краснодарцы? Быть или не быть этому проекту будут решать граждане, что ли? Да вы что? Тут есть люди поважнее, которые в этом больше разбираются, и они уже решили проекту быть. Документацию по планировке этого проекта в 21 году доверили институту Горкадастрпроект. Этот институт государственный передает разработку этой документации частному предприятию, научно-исследовательский институт перспективного градостроительства. А часть разработки этой документации, 802 гектара из 3000 гектаров, оплачивает некая ассоциация девелоперов Краснодарского края. А если мы посмотрим на учредителей этой ассоциации, мы увидим знакомые все лица. Это застройщики Краснодарского края. И вот мы видим Вагана Рутиняна, это АВГРУП. АВГРУП, кстати, очень хорошо пережила ту самую чистку 17-18 года, которую, помните, прокурорские работники начали во главе с Андреем Кикотем, заместителем генерального прокурора России. Ходили слухи когда-то, что за Ваганом Рутиняном, за АВГРУП стояла судья Хахалева. Золотая судья Елена Хахалева. Помните, свадьба вот эта вот за 2 миллиона. Сейчас судья Хахалева уже не судья, она в бегах, на нее завели уголовное дело. Но хлебное место пустым не бывает. Помните, кстати, кто возглавлял тот крестовый поход против плохих застройщиков? Прокуратура. Может быть, они и сейчас тут не последнюю роль играют в судьбе АВГРУП. Бизнесмены вкладывают несколько миллионов в разработку документации на 802 гектара. Просто так они делают это или нет? Да, конечно, нет. Конечно, уже есть договоренности, скорее всего, что что-то они взамен да и получат. Нужны ли тут какие-то слушания, спрашивать граждан, спрашивать профессионалов, как лучше тут сделать, когда бизнесменам и чиновникам виднее, что и как делать. И им нужно срочно сегодня эту землю быстренько передать нужным застройщикам. Поэтому они сегодня максимально пытаются просунуть карту, как будут распределять землю. Вот по моему мнению, как я вижу, как ее растащат, и государство с этого ничего не получит. Все очень просто. Законом предусмотрено, что землю только с конкурсов и торгов. Только. Ну, это для вас, для меня, но там есть лазейка, масштабный проект, масштабный проект, социально ответственный застройщик. И вот я вижу как, что сейчас придет социально ответственный застройщик, и вы даже знаете, какой это будет застройщик, и я знаю. И ему отдадут эту землю без конкурсов и торгов. А это значит что? Во-первых, вся муниципальная и федеральная? Без конкурсов и торгов. Ну, конечно. Кому можно, разве можно людям доверить решение такого, судьбу такого глобального проекта на несколько миллиардов? Да нет, конечно. Или профессионалам. Что они там понасоветуют? Что они вообще понимают в строительстве? Вот чиновники и бизнесмены, они да, они понимают, как нужно строить. У них опыт есть. Но я понимаю, что кушать-то хочется, да, и своих всех накормить. Но тут, кажется, не из ложечки хлебают, тут, кажется, из половника уже. Тут вообще, кажется, уже из чана пьют, из горла. Но предел-то должен быть какой-то. Нужно же как-то о людях подумать. Редакция напишет запросы, чтобы нам как-то объяснили. И в прокуратуру, чтобы они знали, что там происходит. И в правительство, людям, которые курируют это все. И представителю президента в Южном административном округе, чтобы как-то объяснили. Может, они не знают, что там происходит. А если они знают, пусть они нам объяснят. А мы вам объясним, как так можно застроить 3000 гектар и не спросить людей. Без конкурсов, без торгов. Просто взять 3000 гектар и отдать кому надо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова